Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». У нас в студии актуальные темы, интересные люди, которым есть что вам рассказать. И сегодня у нас в гостях Владимир Усанов, генеральный директор акционерного общества «Люберецкая теплосеть». Владимир Александрович, здравствуйте! Добрый день, Мария! Добрый день, уважаемые жители городского округа «Люберцы». В начале октября в округе начался отопительный сезон. Скажите, как вы вошли в него? Были какие-то проблемы и внештатные ситуации? Согласно постановлению правительства России номер 354, отопительный сезон начинается, когда средняя температура воздуха в течение пяти дней опускается ниже 8 градусов Цельсия. Но у нас была очень переменчивая погода в начале октября месяца, и мы не дождались этих 8 градусов. Погода была промозглая, и поэтому мы социальные объекты, детские сады, школы запустили уже в конце сентября. А жилые дома, благодаря серьезной и кропотливой работе с управляющими компаниями, мы запустили все без проблем в течение трех дней. И еще где-то три дня продолжались пусконаладочные работы. К 10 октября у нас все было запущено, и отопление было подано в весь городской округ, и все жители у нас были с теплом. А скажите, за лето произошла какая-то модернизация оборудования? Наверное, неправильно здесь говорить. Лето. Мы работы ведем круглогодично. Ну и основные работы уже в этом году начались с марта месяца. Мы начали перекладку сетей, начали ремонт теплосетевого оборудования. За лето мы провели, я не скажу, чтобы грандиозную работу, но поменяли 14 километров сетей при плане в 12 километров. Это у нас рекорд на этот год. Раньше мы кое-как дотягивали до 12 километров. 8 крупных котлов отремонтировали, обслужили 114 объектов. Это считая котельные, ЦТП и другие объекты недвижимости. Полностью реконструировали 10 центральных тепловых пунктов. Заменили теплообменники на современные пластинчатые. Поставили энергоэффективные насосы для того, чтобы экономить электроэнергию. И повысить надежность вообще всего нашего предприятия и надежность теплоснабжения города Люперца. Одних из важных этапов, которые проделали в этом году, мы с 1 сентября приняли на свой баланс теплоснабжение поселка Малаховка. На квартальной котельной Быковской 614 мы за полтора месяца, тоже можно сказать, установили рекорд. Поменяли два котла ДКВР и полностью теплосиловое оборудование этой котельной, которая обеспечивает теплом ровно, наверное, половину населения поселка Малаховка. И плюс ко всему, так как там имеется определенный дефицит тепла, у нас появилась возможность в этом году, мы поставили резервную котельную рядом с этой котельной. И в случае понижения температуры до минус 15-20 градусов, данной котельной, которая мощностью 5 мегаватт, она позволит даже в пиковое понижение температуры воздуха обеспечить население Малаховки нормальным теплом и горячей водой. По затратам в этом году на капитальный ремонт мы потратили более 80 миллионов рублей. И по инвестиционной программе, которая у нас находится в тарифе, более 107 миллионов рублей. То есть мы планы все практически выполнили. Что-то не успели сделать. Все успели, слава богу, все успели сделать. Но в связи с тем, что стоит теплая погода, мы как бы на этом не остановились. И благодаря части каких-то резервов, заемных средств, мы продолжаем выполнять планы, которые у нас есть на следующий год. Меняем, продолжаем менять теплотрассы. Я думаю, если погода позволит, то еще где-то почти километр теплотрассы мы сможем в этом году поменять. Вот такой вопрос. В январе этого года в Люберцах произошла крупная авария. Тогда без тепла осталась большая часть города. Скажите, вот сейчас что сделано для того, чтобы этого не повторилось? Значит, правильно сказать, с 7-го на 8-го, ну, на Рождество произошла авария на электросетях МАЭСКО. Авария вот здесь рядышком находится подстанция, называется Красковская. И у нас вся, практически вся южная часть города осталась без электроэнергии. Поэтому встали котельные, встали водозаборные узлы, канализация. Ну, как говорится, полный останов в жизнедеятельности города. Но благодаря тому, что своевременно мы собрали комитет по чрезвычайным ситуациям, мы не выпустили, скажем, управление вот этим всем городским хозяйством из рук, приняли правильное решение. Что подтвердило дальнейшее, мы не разморозили ни одного дома, мы не потеряли ни одной котельной, хотя длительное время у нас не было электроэнергии. Часть котельных мы запустили от своих резервных источников. И плюс МОЗ «Облэнерго» нам, по-моему, около 30 подстанций поставило. Ну, часть мы успели от них запитаться, но вовремя сработали и энергетики. Что делается на данный момент, чтобы этого не произошло? Как раз сегодня проводится комплексная тренировка на объектах жизнедеятельности. Это котельные, водозаборы, конденсационно-насосные станции. Проходит совместная тренировка при отключении электроэнергии. Это Люберецкая теплосеть, водоканал и МОЗ «Облэнерго». Я думаю, ваши товарищи сейчас, возможно, тоже это дело снимают. Грандиозное сейчас происходит действие переключения крупной нашей котельной «Космонавтов-18». Я вот как раз уехал, не успел, хотел самому посмотреть. Пригнали большую подстанцию, 600 киловатт. Нам ни разу таких не поставляли. И мы сейчас чисто официально отключаемся, переключаемся, пробуем. Опыт, он, как говорится, сын ошибок трудных. И мы разработали план мероприятий. То есть при таких, скажем, чересчайных ситуациях мы готовы действовать. А расскажите, пожалуйста, немного об аварийных бригадах Люберецкой теплосети. Зачем они нужны, как они работают? Правильно назвать аварийно-диспетчерская служба, в которую ходят диспетчера, аварийные бригады, бригады капитального ремонта. Если назвать чисто по-военному, могу сказать, это силы быстрого реагирования, которые круглосуточно находятся на дежурстве и поддерживают работоспособность всей нашей системы теплоснабжения. Это как кровь бежит по венам, доктор наблюдает за этим, так и у нас аварийные бригады, которые снабжены современным технологическим оборудованием. Очень опытный у нас персонал, как сварщики, так и киповцы, и сантехники. Аварийная бригада предназначена для того, чтобы при любых инцидентах, я не буду уже говорить при авариях, это уже черепчайная ситуация, чтобы любые инциденты устранить таким образом, и в то время, которое положено в нормативах, чтобы люди не почувствовали, что что-то у нас произошло в системе теплоснабжения. Это основное подразделение, одно из основных подразделений нашей теплосети. А вот скажите, на улице Юбилейная недавно произошел прорыв теплотрассы, и жители остались без отопления. Как так получилось, и насколько быстро это все было устранено? Это, наверное, речь идет про улицу Юбилейная, дом 3. Значит, произошла утечка в цоколе дома. Ну, эта труба проходит через фундамент, и мы начали проводить совместные работы с ЛГЖТ по устранению этой утечки. Когда мы раскопались, то поняли, что желательно поменять полностью теплотрассу от камеры до дома, так как время устранения через цоколе, ну, ожидаемое время примерно было 3 часа. Поэтому мы выставили дополнительные силы, вот как раз аварийные бригады. Пока устранялась авария на цоколе, мы успели поменять эту теплотрассу, которая, кстати, в плане следующего года. Дом был отключен на 4 часа, данный дом номер 3. Ну, еще два дома были отключены на 2 часа. Ну, я думаю, что люди не успели почувствовать дискомфорта. Погода была теплая, поэтому было принято такое решение. Если кому-то мы принесли какой-то дискомфорт, я, конечно, приношу свои извинения. Но это была необходимость, и я думаю, что решение было принято верное, потому что мог произойти еще зимой какой-либо инцидент. Теперь на эти дома у нас лежит новая теплотрасса. Ну, а так происходит почему? Потому что оборудование какое-то некачественное? У нас ведется планово-предупредительные ремонты. У нас практически 70 теплотрасс, горячее водоснабжение, отопление в новом исполнении. Это сети отопления, стальные трубы в ППУ изоляции, срок службы до 25 лет. А горячее водоснабжение – это пластиковые трубы в изоляции и также в изоляции в трубах ППУ со сроком службы до 50 лет. Но у нас еще около 30% ветких сетей. Мы, скажем так, находимся не впереди планеты всей, но ситуация у нас с тепловыми сетями, наверное, одна из лучших в Московской области у нас, мытищих, я даже не знаю, где еще, ну, наверное, еще Коломна. Поэтому такие инциденты, они, как бы сказать, особо не влияют на жизнедеятельность, но они могут происходить практически ежедневно. Очень большой объем работ. Но мы стараемся, чтобы с каждым годом у нас это происходит все меньше и меньше. И у нас бывает так, что аварийные бригады уже по неделе сидят делать, скажем так, сидят, дежурят. И если есть возможность, мы их вот даже зимой сейчас привлекаем к капитальному ремонту. Уже зимой начинаем капитальный ремонт, если возможно, проложить параллельно сеть где-то, весной переврезать. Владимир Александрович, я предлагаю продолжить после рекламы. Ну, уважаемые телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Мы вернемся буквально через минуту. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами Мария Лапочева. А сегодня у нас в гостях Владимир Усанов, генеральный директор акционерного общества «Люберецкая теплосеть». Владимир Александрович, давайте продолжим. Вот с момента преобразования Люберецкого района в городской округ прошел почти год. Скажите, что изменилось для вас за это время? Тяжелее ли стало работать? Появились определенные трудности, которые мы, конечно, преодолеваем. Мы, я уже, как сказал, мы взяли в свои руки поселок Малаховка, теплоснабжение, которое, честно говоря, было немного запущено. Но в связи с тем, что мы в 2013 году передали своих людей туда, но они, скажем, не потеряли свой опыт. Они поддерживали все в рабочем состоянии. И поэтому переход в Малаховке опять в нашу собственность перешел плавно. И люди, которые пришли к нам, это те же наши люди. У нас никаких вопросов не было. Они, скажем, даже выиграли по поводу заработной платы. У нас она, как бы сказать, индексируется ежегодно. Ну, не везде она индексировалась. Ну, люди работают, люди довольны. Сейчас постановлением администрации нам передана котельная РИК. Но так как то же самое у нас там очень опытный персонал, сейчас идет плавный переход рабочих и служащих именно этой котельной к нам. Переводим. Ну, вопросов, скажем, нет. У нас опытные, у меня очень опытные заместители, очень опытные мастера. И поэтому, скажем так, увеличение объема работы, скажем, не сказывается. Она в какую-то худшую сторону. Мы готовы и дальше, в принципе, забирать весь городской округ. Октябрьский, Томилина. Так как губернатором поставлена задача к концу 2018 года перейти к единой теплоснабежащей организации. И я думаю, что мы эту задачу выполним, она нам вполне по силам. А вот, кстати, была идея вода и теплоканал объединить в единое предприятие. На какой стадии сейчас? Вы знаете, я, честно говоря, первый раз об этом слышу. Но был такой опыт. Был организован акционер общества. МОЗ «Водоканал». Это у нас в области, но ни к чему хорошему это не привело. Но есть специалисты в теплоснабжении, есть специалисты в водоснабжении. Совершенно разные стези и разные проблемы. И я думаю, что вот как сейчас существует отдельно теплосеть, отдельно водоканал, я думаю, что это правильно. Было предложение, как было раньше, объединить все жилищно-коммунальное хозяйство. Но это проще было бы с финансами, но очень неповоротливая система. Я думаю, что она была бы не совсем управляемая. Вот что сейчас, как у нас есть, я думаю, это самое пока оптимальное. Насколько мне известно, дома в округе подсоединены к тепловым пунктам друг за другом, получается, как бусинки. И дом, который, например, находится ближе всего, он получает больше тепла. И жители переплачивают, в то время как самый дальний дом, он остается без тепла или получает мало. Вот как-то проблема равномерного распределения тепла, она решается? И вообще она решаема, в принципе? Я вам сказал, наверное, не совсем правильный вопрос. Стоит, это может быть где-то там, где неквалифицированные кадры есть теплосети в управляющих компаниях, то она может быть так стоять. Я просто приведу такой пример. Вот елочная гирлянда, да? И по очереди там 220 вольт. Каждая лампочка 12 вольт подсоединена. Вот там 20 лампочек. И все они горят равномерно. Почему? Потому что каждая забирает столько, сколько ему положено. Поэтому каждый дом, он подсоединен, также ветка теплосети проходит. В каждом доме стоят шайбы регулировочные, которые рассчитываются, сколько теплоноситель должно попасть в дом. В дом входит труба, диаметром может быть 100, может быть 150, а регулировочная шайба, возможно, стоит диаметром всего 50. Вот таким образом совместные работы нас и управляющие компании, вот первые дни пуска тепла, проводятся регулировочные работы, чтобы каждый дом потреблял ни больше, ни меньше. Вот сколько рассчитано по схеме теплоснабжения, столько этот дом и потребляет. И поэтому в первый дом входит 72 градуса, и в последний дом также входит 72 градуса. То есть одинаковое количество теплоснабжения? Одинаковое количество теплоснабжения. В зависимости от того, дом может быть пятиэтажный, девятиэтажный. Вот в процессе регулировки мы добиваемся того, чтобы в каждом доме был одинаковый температурный режим. То есть мы добиваемся того, чтобы в каждой квартире температура была ниже 18 градусов тепла, а в угловых у нас уже 20-21 градус. Вот таким образом мы работаем. А скажите, повышение тарифов какое-то планируется? Вы знаете, как, скажем так, неприскорбно сказать, мы все за то, чтобы тарифы не менялись. Почему мы не менялись? Легче работать, когда все, скажем, из года в год мы знаем, что ждать. Но так как каждый год растет тариф на электроэнергию, на бензин, на газ, в связи с этим меняются тарифы. В этом году, с 1 июля, тариф вырос на 3,43%. Из них, наверное, составляющая роста тарифа более 80% – это энергоресурсы. Это газ и электроэнергия, которые выросли не на 3%, а более 5%. В среднем, если взять газ и электроэнергию, бензин и так далее, 4,1%. И поэтому нам не избежать, что в связи с тем, что мы видим сейчас рост цен на бензин, 95-й бензин уже 42, 43 рубля стоит, а в прошлом году 39 стоил. Поэтому в этом году планируется увеличение цен и на газ, и на электроэнергию. Комитет по ценам и тарифам планирует повышение цен на тепловую энергию в этом году на 3,6%. Это пока планируется или уже 100%? Все будет зависеть от того, какая будет у нас годовая инфляция, пока она на уровне 4%. Если она будет ниже, то, возможно, рост цен будет ниже. Это с нового года, получается? Нет, это с 1 июля 2018 года. У нас тарифы меняются не с нового года, а с 1 июля каждого года. И этот тариф действует с 1 по 1 июля. Вот таким вот образом. Понятно. Скажите, пожалуйста, если что-то все-таки произошло у жителей, какая-то такая внештатная ситуация, куда можно обратиться и как вообще решить свою проблему максимально эффективно и быстро? Значит, первое, у нас есть дежурная служба Люберевской теплосети. Я бы хотел, наверное, всех граждан оказывать нам помощь, если увидят где-то какую-либо аварийную ситуацию на наших сетях. Звонить в дежурную службу Люберевской теплосети. Телефон 8495-554-9030. Это Люберевская теплосеть. Также у нас есть муниципальное учреждение, единая диспетчерская служба, так называемая 112. По этому телефону 112 можно вообще обращаться по любому вопросу, как по медицинскому, по газу, по каким-либо чересчайным ситуациям, по дорогам, по теплоснабжению. Это телефон 112, он единый. Также у нас в городском округе образовалась единая диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства, куда жители могут обращаться по всем вопросам ЖКХ. По воде, по холодной, по горячей. Также по техническому обслуживанию дома. Я телефончик наизусть не помню, но могу сказать. Единая диспетчерская служба ЖКХ, телефон 8800-301-4433. Я еще дополню. Мы открыты для диалога со всеми жителями. У меня прием граждан каждый понедельник в 17.00. Но мы не бюрократы. И, в принципе, мы готовы в любое время общаться. Мы открыты для диалога с нашими жителями, которые очень сейчас в последнее время ведут себя активно именно по жилищно-коммунальным вопросам. Приходят, иногда дают очень хорошие дельные предложения. Недавно приходила женщина с Малаховки. Было приятно беседовать. Видно, что житель болеет за свои два дома, пятиэтажки у них. И, скажу, очень была плодотворная работа. И некоторые мнения у меня по Малаховке в положительную сторону по отношению жителей именно к системе жилищно-коммунального хозяйства. Постоянно ее хай, она пришла, и некоторые вопросы сказали. Вот это у нас, в принципе, это неплохо некоторые вещи. А скажите, вообще жители активнее стали в последнее время? Активнее, очень активнее. Жители, так как сейчас и на телевидении, и в прессе очень много вопросов именно касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Наверное, у нас не обойдет еще какая-то реформа. Нам нужно упрощать все это, как я считаю, все эти нормативы, тарифы и так далее. Их нужно привести к одному, к какому-то единому стандарту. Я считаю, что житель как города Люберцы, так и какой-то деревни Московской области должны платить одинаковую плату, как за отопление, за электроэнергию и за газ. А у нас пока какое-то есть неравенство. Спасибо, Владимир Александрович. Время нашей передачи подходит к концу. Может быть, на прощание буквально 10 секунд пожелаете что-нибудь зрителям? Я желаю, во-первых, всему городскому округу, жителям и предприятиям, как своему предприятию, так и всем предприятиям, обеспечивающим жизнь и деятельность нашего городского округа, чтобы у нас постоянно было тепло, горячая вода, холодная вода, свет и газ. И чтобы у нас никогда не было перебоев в этом. Спасибо. Спасибо большое. Ну а я напоминаю, что сегодня у нас был открытый диалог с Владимиром Усановым, генеральным директором акционерного общества «Либерецкая теплосеть». С вами была Мария Лапчева. Увидимся в эфире. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова